Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Что необходимо знать о вакцинации? В республике работают мобильные пункты, где проконсультируют и сделают прививку. Годовая инфляция за январь в республике уменьшилась, утверждают сотрудники Национального банка Карачаева-Черкесской республики. День продовольственной службы. Чем она занимается и как обеспечены питанием бойцы Росгвардии? 1 марта в 17.15 на нашем телеканале состоится прямой эфир с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Звоните и задавайте свои вопросы по многоканальному телефону 8 800 300 39 91. Специалисты колл-центра принимают вопросы от жителей Карачаева-Черкесии. Прямой эфир с главой Рашидом Тимрезовым смотрите на телеканалах «Россия-1», «Архэс-24», «ОТР» и слушайте на «Радио России» и «КЧРФМ». Звоните и задавайте свои вопросы. В Карачаево-Черкесии работают мобильные пункты вакцинации. Волонтеры-медики на улицах Черкесской раздают буклеты с подробной информацией о вакцинации, а медики проводят индивидуальное консультирование для тех, кто желает привиться от коронавируса, но пока сомневается. Организаторы акции отмечают, что подобные мероприятия позволяют донести до жителей региона необходимую информацию о вакцинации. Сейчас в Карачаево-Черкесии полным ходом идет прививочная кампания. Сегодня очень важно иметь иммунитет от этой болезни проходить вакцинацию, и наша задача разъяснять жителям о ее пользе по улучшению эпидемиологической ситуации в нашем регионе, отметили организаторы акции. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе нашей отечественной вакциной «Гамка-Вид-Вак», или по-другому, как она называется, «Спутник Ви» или «Спутник 5». Поэтому я приглашаю всех желающих подойти к нашему автобусу и провакцинироваться. Говорить о пользе вакцинации даже не стоит, потому что, ну, сами знаете, что пережил весь мир и пережила наша страна за последний год, какое количество заболевших. Поэтому, чтобы у нас количество заболевших шло на убыль, нужно, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет. То есть 60-70% населения должны иметь иммунитет коронавирусной инфекцией. Наступили последние дни февраля. И какую погоду обещают синоптики, узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон» В республике годовая инфляция за январь уменьшилась. Об этом рассказал главный экономист экономического отдела отделения Национального банка Карачаева-Черкесии. Но по всей России за этот период инфляция увеличилась на 5,2%, а в Северокавказском федеральном округе – почти до 6,5%. Но при всем при этом в нашей республике этот показатель самый низкий среди регионов СКФО. В связи с этим отделение Банка России по Карачаевой-Черкесии проанализировал факторы, которые повлияли на замедление роста цен. Это касается помидоров, огурцов, выращенных в теплицах государственных мер по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло. Также замедлились темпы роста цен на апельсины и снизилась стоимость лимонов. Предпосылкой к этому послужило расширение предложений со стороны крупных торговых сетей. При этом подоржали яйца – причина ускорения темпов роста в возросшие издержки производителей на содержание птиц. В Карачаев-Черкесии стабилизировался спрос на медикаменты и бытовую химию. Ранее, в период непростой эпидемической обстановки и закупок в прок, он оставался на повышенном уровне. Положительную роль в сдерживании инфляции в республике также оказывала гибкая тарифная политика операторов сотовой связи, направленная на расширение абонентской базы. Кроме того, замедлился рост цен на ряд медицинских услуг. Вместе с тем, ослабление рубля привело к увеличению цен на холодильники и газовые плиты. А возросшая популярность горнолыжных коротков республики в условиях ограничений на зарубежные поездки привела к росту стоимости услуг пассажирского транспорта. Подразделения материального обеспечения Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии отмечают День продовольственной и вещевой службы. В этом году исполняется 321 год со дня образования данной структуры. Они занимаются организацией питания военнослужащих и сотрудников, а также обеспечивают всем необходимым бойцов Росгвардии. О деятельности данной группы войск подробнее расскажет в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии» наш корреспондент Алихан Лепшоков. Дорогие телезрители, в нашей регулярной рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем об организации питания военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике и о деятельности подразделения материально-технического обеспечения. 18 февраля сотрудники Управления Росгвардии отмечают День продовольственной и вещевой службы. Это профессиональный праздник подразделения материального обеспечения. Одно из направлений данного отделения в составе Росгвардии – это организация полноценного и правильного питания личного состава управления. Также это залог не только здоровья, но и высокого уровня готовности служащих и бойцов спецподразделений к выполнению поставленных задач. Одной из задач материального обеспечения является организация питания военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. В столовое управление организовано трехразовое горячее питание. Ассортимент приготовляемых блюд довольно разнообразен. Меню меняется ежедневно, согласно утвержденной норме. На обед личному составу выдаются салаты, первые и вторые блюда, разнообразные закуски, а также свежие фрукты и овощи. Для приготовления полноценной доброкачественной пищи имеется все необходимое технологическое и холодильное оборудование. Очень важно, чтобы то, что предлагают военные кулинары, было не только питательно и полезно, но и вкусно. Именно поэтому повара Росгвардии уделяют особое внимание не только на рацион питания и его качество, но и на разнообразие ассортимента подаваемых блюд. Несмотря на то, что приготовляемая пища разнообразна, рацион питания военнослужащих и сотрудников ничем не отличается. Порции распределяются в соответствии с нормами. Повар столовой должен уметь приготовить вкусную, разнообразную и доброкачественную пищу. Постоянно соблюдать санитарно-гигиенические требования и кулинарные правила при обработке продуктов. Производить выдачу готовой пищи в соответствии с фактическим выходом, равномерно распределяя ее по густоте и жирности. Главная оценка в работе повара – это услышать спасибо отличного состава. Подразделение материально-технического обеспечения управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии – это одно из основных подразделений необходимых систем управления, так как именно от них зависит выполнение поставленных задач и создание нормальных условий для жизни и бытов военнослужащих и сотрудников. Материальная база играет важную роль в системе Росгвардии. Основными задачами отдела являются создание и содержание запасов материальных средств, материальное обеспечение военнослужащих сотрудников управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике, организация питания, в том числе в полевых условиях, расквартирование, организация обеспечения пожарной безопасности, обеспечение экологической безопасности, в том числе ветеринарно-санитарное обеспечение. Ну что ж, на этом наша рубрика подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, я желаю удачных выходных и до новых встреч в эфире. Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева научной конференцией отметили Всемирный день родных языков. На пленарном заседании обсуждали проблемы, связанные с сохранением родных языков. Подробности в репортаже Аслана Гирюгова. Празднование Дня родных языков стало уже традицией в Карачаево-Черкесском госуниверситете. До пандемии, помимо научных конференций, проводились масштабные мероприятия. В этот раз на пленарном заседании обсудили проблемы изучения национальных языков в республике. Участники конференции отметили, что сейчас на родном языке говорит все меньше и меньше молодых людей. И это одна из главных проблем. Для школьников и студентов на базе университета печатаются журналы, газеты и учебники на всех языках народов нашей республики. Но важно привлечь к ним внимание и популяризировать родные языки. Мы часто забываем о другом аспекте. Если не будет спроса, интереса, желания, готовность и необходимость изучать язык, если для успешности, а каждый родитель хочет успешности своего ребенка, если успешность ребенка не будет зависеть от знания родного языка, родной культуры, то вот эти меры всегда останутся половинчатыми, и мы не сможем решить эту важную, значимую, архиважную для нас всех задачу. Помимо этого обсуждалась уже проделанная работа. Напомним, что на базе университета существуют кафедры родных языков, преподаватели которых регулярно проводят различные мероприятия как со студентами, так и со школьниками города. Почему, не уделяя столько внимания, как сегодня, лет 50-60 назад дети знали прекрасно родной язык, почему при большом внимании сегодня со стороны властей, со стороны других структур, родной язык все-таки сегодня не на том уровне, который хотелось бы. Вот эта проблема больше всего заинтересовала людей. После пленарного заседания участники конференции разделились на несколько секций, где уделили внимание всем актуальным темам. Практически каждый выступающий акцентировал внимание на том, что фундаментальной основой национальной идентичности каждого человека является знание родного языка, с которым связана культура, история и жизнь народа. Аслан Гирюков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. День родных языков сотрудники музея-заповедника подготовили для школьников Черкеска уроки на пяти национальных языках Карачаева-Черкесии и провели для детей экскурсию. Рассказали о представленных экспонатах. Ребята с большим интересом слушали историю своего народа и сами рассказывали о том, чему их научили в школе на уроках национального языка. На родных языках дети делились событиями, связанными с жизнью их предков. О том, чем они занимались, каким ремеслом владели. В музее мероприятия такого формата проходит впервые. Это пилотный проект. И он успешно применяется в соседних регионах России. Мы убеждены, что если информацию детям предоставлять в новом формате, заинтересованность будет возрастать. И, естественно, популяризация музейного дела, чтобы у детей, у подрастающего поколения был интерес к музею. Сейчас уроки будут проходить в рамках постоянной экспозиции «Культурное наследие народов Карачаева-Черкесии». Это довольно новая выставка, новая экспозиция. И мы предоставили всем педагогам экскурсии, подготовленные нашими научными сотрудниками, чтобы они перевели на национальный язык, который преподают. И детям будут экскурсию проводить на родном языке их преподавателям. В Республиканской конно-спортивной школе состоялось соревнование по конкуру. Всего участвовало 8 лошадей. Из-за морозной погоды мероприятия провели на манеже конюшни. Каждый наездник старался преодолеть препятствия без штрафных очков, продемонстрировав энергию лошади и ее профессиональные навыки. Галина Демидова уже 20 лет занимается конным спортом. Она отметила, что начальный барьер начинается от 90 сантиметров, а максимальная высота достигает 140 сантиметров. Если бы конкур проходил на свежем воздухе, то это были бы совсем другие показатели. Спортивные пары, показавшие лучший результат, поедут соревноваться в Пятигорск. Там их ждет уже больше препятствий. Если лошадь не хочет прыгать, то ее очень сложно заставить. То есть лошадь должна хотеть прыгать. Если этого нет, то ничего не получится. Я очень сильно люблю лошадей. Мне довольно легко с ними общаться. Моя лошадь, на которой я буду участвовать, зовут Томас. Это вообще очень хорошая лошадь. Никогда не подведила меня. Надеюсь, сегодня тоже не подведет. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Утро. 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 Утро – это когда просыпается солнце. Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо. Посмотри, я вообще в восторге. Эти сережки себе не одену. Доброе утро. Доброе утро. Утро – это улыбки и радость. Утро. 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 Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России» Карачаева-Черкесия. Первого марта в 17.15. Прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24» и «ОТР». А также в эфире «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 339 91. Итак, 1 марта в 17.15. Задайте свой вопрос главе республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова